На набережной гуляют прохожие в костюмах разных эпох. Отовсюду слышна музыка. Торговцы раскладывают товар на прилавке. В Великом Остюге начала работу Прокопьевская ярмарка. С празднования задействован весь город. Показать русские народные костюмы, как раньше ходили, в чем. Во-вторых, посмотреть на других, на другие эпохи. Девочки тоже в других костюмах. Нам приятно познакомиться с другими эпохами, с другими костюмами. Прокопьевскую ярмарку отмечали с размахом, ведь у Великого Остюга большой юбилей – 870 лет. Наш город – ровесник Вологды и Москвы. Москва первопрестольная, Вологда – брата североотворяющая, да Устюг великий, образ единения и верности. Гостей города и усть-чужан приветствовали первые лица области. Самое главное богатство района – это люди. Люди, которые живут и трудятся, несмотря на трудности, препятствия, наводнения. С каждым годом дело город Великий Остюг и район все краше и все комфортнее. Заслуженными наградами губернатора области были поощрены работники игропромышленного комплекса, сфера образования, здравоохранения, специалисты предприятий и организаций. Наградный вклад в развитие предприятий и художественного промысла Чернинию по серебру. Традиционно на сцене состоялась церемония присвоения звания почетный гражданин Великоустовского муниципального района. В этом году его достойны руководители ансамбля русской песни «Корница» Татьяна Лебедева и экс-директора Великоустовской нефтебазы Александр Коровкин. Две семьи в этом году получили медали за любовь и верность Майстренко из Шерстковых. Каждая в браке не один десяток лет. Яркие зажигательные номера, только положительные эмоции, как у взрослых, так и у детей. Зрители же свою благодарность выражали бурными аплодисментами и добрыми словами. Мы только начали смотреть. И очень красиво. Я пришла на праздник с сестрой своей, с Людмилой, с родной сестрой и с подругой Татьяной. Впечатления замечательные. Очень все здорово, очень красиво. Хорошие товары, музыка, хорошее настроение. Талантами богата наша земля. Не все занимаются в коллективах художественной самодеятельности, выступают на сцене. Кто-то просто поет и игра для души и для земляков. Мы опять куда-то улетаем. Мамы долго-долго машут смерть. Подготовка к празднику шла долго. Он прошел отлично. Торговые ряды пестрелей разносолами, декоративно-прикладными изделиями, как фабричного производства, так и ручной работы. Здесь свистульки из глины, здесь изделия из натурального камня, здесь угощают ароматным шашлыком, здесь в небо отправляют праздничные шары. Во время проведения ярмарки устьюжа на гостей города порадовали и мастера народных художественных промыслов. Они не только представили товар, но и привели мастер-классы по изготовлению сувениров. Много интересного можно было увидеть в день 870-летнего юбилея Великого Устьюга. Отлично провести время пообщаться с друзьями, приобщиться к истории и культуре родной земли. Если честно, мы еще только начинаем гулять, поэтому мы еще пока не видели, но то, что мы увидели, нас, конечно, очень радует, очень классно, очень много народу, достаточно интересно, очень красиво на самом деле в Устьюге в этот день. Погода, конечно, не сильно нас радует своими дождями, а так, в принципе, очень классно, настроение вообще просто отменное на сегодня. Для меня родной, любимый город. Я тоже уже два года живу не в Великом Устьюге, но с радостью всегда приезжаю к родственникам и друзьям. Ложкой дегтя в праздновании Дня города стали биотуалеты, которых было совсем немного, и оставленные посреди площадки столы парты, на которых сельские поселения представляли свою продукцию. Кстати, они простояли до утра воскресенья. В этот день развлечения на свой вкус мог найти каждый, и, конечно, многие спешили поздравить любимый город с праздником, с юбилеем. Я поздравляю наш город с днём рождения, желаю им всего самого наилучшего. Завершился праздник ярким фейерверком. Евгения Шемякина, Максим Колосов, Антон Карев. Новости провинции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова